Вы можете назвать те отрасли, которые могут и должны стать в Украине, трамплином для этого прыжка, для этого роста? И раньше, например, говорили о металлургии, как о хребте украинской экономики. Какой хребет мы будем наращивать, на основании какого хребта будем наращивать мясо? В структуре нашей экономики 31% это промышленное производство. Я недаромно сегодня отведаю промышленное предприятие, потому что я считаю, что наша промышленность имеет огромный потенциал для развития. Нам нужно только создать умовы. И мы такие умовы начали создавать. 4 квартал 2016 года показал уже взросление не 2,2%, а 4,7%. Это означает, что те программы, которые мы запускаем, они дают свой позитив. В том числе, возьмите машинобудование сельско-господарское. Мы сейчас сделали программу, которая в следующем году, в 2017 году, даст возможность выработать украинскую технику на больше, чем 3 миллиарда гривен. То есть мы займем приблизительно 30% уже ринку сельско-господарных техники в Украине. Что это означает? Это означает, что вокруг этого будут десятки тысяч рабочих мест. Мы начали капитальный ремонт страны, модернизацию энергетики. Власный вид оборудования газа изменяет нашу зависимость от любого импортера. Сначала это были россияни, сегодня наши европейские партнеры, за которыми мы благодарны им, что они сегодня посещают нам энергоресурсы. Но мы должны быть энерго-незалежной, экономически сильной и социально справедливой Украиной. Это мое завдание как премьер-министр. Я щоденно над этим работаю. И вважаю, что мы имеем все возможности для того, чтобы у украинцев были высшие зарплати, справедливые пенсии, чтобы украинцы ездили по нормальным дорогам, в нормальных потягах, чтобы внаслідок децентрализации, я вважаю, эту реформу достаточно успешной. Мы получили возможность доступа до качественных детских садов, до качественных школ, качественных не только стены, а и среди, качественных лечебных закладов. И реформа охраны здоровья сегодня есть на часе. То есть, изменить подход. Я бы хотел, чтобы украинцы жили больше и дольше, чем они живут сегодня. На 7 лет мы живем меньше, чем наши соседи по Европейскому Союзу. Мы можем это изменить. Я в это глубоко верю и знаю, что вот те, что мы сегодня закладываем, будет давать свой позитивный эффект. И те, что вы сказали, что люди имеют недовіру, это правда. Но эта правда имеет свои причины. Во-первых, я вважаю, что много помилок самои влады. И тут абсолютно очевидно все. Но, с другой стороны, мы видим сегодня, что в нас хотят поселить всех абсолютно неверно в то, что мы можем отбудиться, как прекрасная страна, и неверно в то, что мы можем достигнуть успеха. Я хочу подкреслить, что мы способны, и мы обязательно достигнем успеха. Успеха означает только единственное – повышение жизни людей. От детей в нашей стране до людей по хвилу. Понятно.